Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня я покажу картины Анри Лебаско. Современники называют его художником радости света. Я пользуюсь Википедией и различными книгами, которые я нашел в интернете. Анри Лебаско писал женщин и детей, пейзажи натюрморты, марины и сады в цвету. И все это пронизано солнечным светом и негой. Подобно Матису он хотел дать утешение усталому человеку. Кстати, с Анри Матисом Лебаско действительно был дружим. И отсылок к метрофоризму и его творчеству множество. Это и открытые окна у Лебаско и Матисо, и восточные мотивы, орнамент, ну и общая атмосфера. Начальное художественное образование Лебаско получил в школе изящных искусств Анжера. Затем обучение в частной художественной школе, именуемой Академией Колороссии. Одним из учителей Лебаско был Леон Бона. Известно, что Анри Лебаско системно изучал теорию цвета и начал использовать свои знания. Одним из первых, открыв особенные манеры обращения с световым выражением. Недаром его творения часто называют поэтическими эпитетами, связанными с пением цвета и солнечным сиянием. Лебаско писал очень разные полотна. Это натюрморты, марины, пейзажи, сюжеты, портреты. Действительно разнообразие. Посмотрите на картину, которую я нашел в интернете. Вместе с Матисом Лебаско участвовал в первом осеннем салоне 1903 года. Часто изображал свою жену и детей, ну и, конечно, будучи близок импрессионистом, он писал солнечный свет, воздух, оттенки цвета. Как написано в Википедии, не только оттенки цвета, но и, кажется, само счастье. Конва его жизни достаточно благополучно. Молодой художник умело встроился в современный ему художественный процесс. В будущем он примет концепцию фавизма, хотя в его трактовке фавизм не особенно дик, если, можно так сказать, весьма импрессионистичен. В 1897 году в галерее Жоржа Пти состоялась первая персональная выставка Лебаско. И почти через 20 лет галерея Пти получит эксклюзивное право на выставку и продажу его картин. И выведет работу Лебаско на рынок Америки. Помимо Матисса, Лебаско сошелся со многими художниками, чьи имена сегодня нам хорошо известны. Уличенность цветом роднила его первым банаром, набидами. Красоту его Франции он открыл вместе с Андре Дереном, Раулем Дюфи, Эдуардом Вюайером. Пуантилизм, которому так или иначе отдали дань практически все творившие в то время французские художники, тоже не прошел мимо Лебаско. Но вот я очень уважаю этот стиль пуантилизма. Рисование точками, передача цвета. Я сам когда-то пробовал это делать. Ну так это ремарка. Он занялся изучением теории цвета. Составил великолепные образцы работ в стиле неимпрессионизма. И явно отлично освоил практику цвета. Это действительно так. Вот посмотрите на картины, которые я скачал в интернете. В Париже он подружился с несколькими импрессионистами. В творческой жизни мастер общался с братьями по кисти. Среди них Сюра, Синьяк, Матис, Эденуар, Бонар и многие другие известные художники. Картины знаменитого живописца Анри Лебаско сейчас отнесены к вершинам постимпрессионистского направления. Его работа украшает пантеоны и театр на Елисейских полях. Иногда появляется на аукционах. Надо сказать, что Анри Лебаско это счастливец. Он был признан, востребован уже при жизни. Его картины покупали. Его самого приглашали к участию в различных проектах. Он проявил себя как талантливый декоратор. Расписывал сцены в частных богатых домах. Оформлял театр на Елисейских полях. Разрабатывал эскизы для росписи трансокеанских лайнеров. Кстати, в годы Первой мировой войны Анри Лебаско состоял при армии военным художником. Немного информации в Википедии об этом художнике. Но вот то, что есть, я вам практически все зачитал. Теперь посмотрите картины. Они действительно интересны. Собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы познакомились с Анри Лебаско, импрессионистом, как его называли, художником радости и света. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Посмотрите картины. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»